750 тысяч квадратных метров жилья было введено в эксплуатацию в Ярославской области за 2017 год. Итоги жилищного строительства на территории муниципальных образований подводили сегодня на заседании областного правительства. Любовь Цветкова рассказывает. Началось заседание правительства, конечно, с минуты молчания в памяти о всех погибших людях, погибших детях в страшном пожаре в Кемерово. Эта беда действительно сплотила всю страну. Дмитрий Юрьевич Миронов отметил, что сейчас жизненно необходимо соблюдать все нормы безопасности, проверять все общественные места. И, конечно, в Ярославской области продолжатся эти проверки мест массового пребывания людей, которые начались накануне. И, что важно, к этой работе присоединилась общественная палата Ярославской области. В регионе открылась соответствующая горячая линия, куда может позвонить абсолютно любой житель области, сообщить о нарушениях безопасности в общественном месте. Губернатор Дмитрий Миронов призвал всех людей присоединиться к этой работе и общими силами сделать нашу область, конечно, безопаснее. Но, что касается основной повестки, говорили на заседании правительства об итогах жилищного строительства на территории региона в прошлом году. Соответствующий план выполнен на 111 процентов в лидерах Ростовский, Ярославский, Даниловский, Рыбинский и Мышкинские районы. По словам директора департамента строительства Виктора Нежинца, в прошлом году было введено в эксплуатацию 750 тысяч квадратных метров жилья. Цифры за последние годы действительно рекордные. Это практически 3,5 тысячи зданий. Большая часть – это жилищный фонд. Отмечали также, что значительно увеличилась динамика ввода домов в эксплуатацию. Меньше стало долгостроев. И такая же положительная динамика коснулась выдачи документации на строительство и в эксплуатацию жилья. Все дело в том, что с 1 января 2017 года полномочия по выдаче вот этой документации были переданы на региональный уровень. И теперь все необходимые документы выдаются гораздо быстрее и проще. Получить их можно в электронном виде через портал госуслуг либо офисы «Мои документы». Ну, конечно, не обошлось и без негативных моментов. В частности, в Ярославле спрос на жилье не превышает предложения. Квартиры просто простаивают. И, конечно, все дело в цене квадратного метра жилья. Поэтому губернатор области Дмитрий Миронов и руководитель областного правительства Дмитрий Степаненко призвали сделать упор на строительство именно жилья эконом-класса, доступного по цене, но, конечно, с сохранением качества. Ну и в конце заседания Дмитрий Юрьевич Миронов поднял вопрос о возведении новой стелы на въезде в Ярославль. Я напомню, что проекты выбирали все жители области. Его, наконец-то, выбрали. Ну и по словам мэра города Владимира Слепцова, уже в середине мая этот въездной знак должен появиться на въезде в столицу Золотого кольца как раз накануне туристического сезона. Любовь Цветкова, Денис Лосев. День в событиях. День в событиях.